Меня зовут Артур Орлов, я являюсь преподавателем школы Profile. С недавнего времени на сайте школы Profile School раздел «Аудио» стал самостоятельным. Курсы «Основы звука и ведения в Production», «Теория музыки», «Обработка звука в Adobe Audition», «Работа со звуком в Reaper», «Обработка сведения мастеринг» и «Основы создания музыки и аранжировки на компьютере». В каком порядке их изучать? Зачем нужен каждый из курсов? Давайте об этом поговорим подробнее. Курсы распределены с учетом уровня, начиная от первого «Основы звука и ведения в музыкальный production», «Теория музыки» и так далее. Давайте поговорим о каждом из курсов и почему именно в данном порядке их стоит проходить. Первые два курса — это некий фундамент, который необходим каждому. «Основы звука и ведения в музыкальный production» и «Теория музыки». В чем между ними разница? «Основы звука» — это базис, на котором основана работа со звуком в принципе. Это начиная от теории звука, параметров, я имею в виду аналоговых и цифровых, которые необходимо учитывать в реальной работе. На этом же курсе «Основы звука» мы разбираем подключение и настройка различных приборов, необходимых для эффективной работы, чтобы было максимально качественно и комфортно. Какие параметры цифрового звука необходимо знать? Это прям обязательно их нужно знать, чтобы избавить себя от вопросов, а какую мне частоту выбрать? А что значит вот этот параметр, размер буфера и количество буферов? А почему у меня задержка при записи и так далее? То есть это фундаментальные основы, которые нужны. На курсе «Основ» мы разбираем работу эффектов, по какому принципу они группируются, какие параметры нам необходимо знать, чтобы понимать, что, собственно, происходит со звуком. Также есть раздел «Настройки» и выбора разных DAW, так называемых цифровых рабочих станций, либо DAW. В этом же курсе мы поймем, что такое мультитрек, научимся записи аудио, элементарной редакции. Я имею в виду вырезание каких-то ненужных частей, применение эффектов. По эффектам мы разобьем их на категории, ну, собственно, это общепринятые категории для упрощения и изучения. На четвертом занятии мы разберем, что такое MIDI. MIDI — это мир бесконечного количества звуков. Ну, прежде всего, это формат, который открывает нам двери и доступ к этому бесконечному огромному количеству звуков. Зачем они нужны? Для реализации наших звуковых идей, звуковых каких-то задач, начиная от, не знаю, озвучивания логотипа, заканчивая написанием музыки. На последнем занятии мы коснемся синтеза, разберем его основы, зачем это нужно, чтобы, столкнувшись даже с элементарным каким-то синтезатором, вы не растерялись и понимали элементарную схему, откуда что берется, какие ручки основные, за что отвечают. Следующий курс тоже базисный. Он затрагивает музыкальную часть, творческую часть. Теория музыки. Помимо, я сразу скажу, это не зубрежка нот. Это, прежде всего, работа над слухом, работа над анализом и понимание того, что вы слышите, чтобы вы могли не просто послушать и сказать, «О, какая крутая песня» или там музыкальная композиция. Чтобы вы могли, проанализировав, а как мы можем проанализировать, мы можем, нам необходимо подобрать, разложить по полочкам. Теория музыки – необходимый базис, необходимый фундамент не только для музыкантов, как вы можете подумать. Если вы работаете как звукорежиссер, вам теория музыки тоже будет нужна для того, чтобы вы банально понимали задачу, которую вам ставят музыканты, чтобы вы могли выполнить правильно, с точки зрения музыки, редакцию, не убить музыкальный материал и не быть убитым музыкантами, которые, собственно, поставили вам эту задачу, чтобы вы сделали все не чисто технически правильно и грамотно, чтобы вот красивые циферки и графики, а чтобы это было приятно слушать. И теория музыки развивает музыкальный слух, и музыкальный слух – неотъемлемая часть при работе над звуком. То есть технический слух, музыкальный слух. Работа над слухом, в принципе, является лейтмотивом, пожалуй, всех, наверное, курсов школы профайл, ну, я имею в виду работы со звуком. В курс теории музыки я вложил те навыки, упражнения, домашние задания, которые помогут вам не просто понять теоретический, что вот этот аккорд называется так-то, а вот этот вот так-то. Упражнения и задания построены таким образом, чтобы вы на практике получили навык подбора на слух, анализы того, что вы подобрали, основы импровизации, то есть как вообще строится мелодия, аккорды, почему они взаимосвязаны, а может быть они не взаимосвязаны, и надо ждать музыка, которая к вам придет, а может быть и не придет. То есть это тот фундамент, который необходим и звукорежиссеру, и музыканту, разумеется, и аранжировщику. И он очень сильно пригодится людям, которые просто подбирают уже готовые композиции. Почему? Потому что понимание, как музыка влияет на строение, и за счет чего, за счет каких оборотов, за счет каких тональностей, поможет вам подобрать именно ту конкретную композицию, которая будет помогать видеорядам. Что дальше? Я на основах получил понятия, навыки, как все это настроить, подключить, и двигаемся дальше. Мне хочется уже изучить более глубоко, мне необходимо изучить более глубоко какую-то конкретную программу для дальнейшей работы. В чем разница Audition или Reaper? Во-первых, у них немножко... Это две очень гибкие, современные, функциональные, замечательные программы. Я лично и мои коллеги используют их под разные задачи, потому что у них разные сильные стороны, так скажем. Audition. Разумеется, на Audition мы изучаем инструменты Audition, связку с другими программами. Какие сильные стороны Audition? Это реставрация. Это достаточно гибкие и удобные алгоритмы анализа. Более того, мы можем проанализировать звук. Ну, например, вот. Мы, помимо того, что видим стандартную форму волны, мы можем увидеть, собственно, тот артефакт. Ну, в данном случае это банальный кашель. И с помощью инструментов Audition мы можем обойтись только ими. Мы можем получить следующий результат. На самом деле, это делается достаточно быстро, его родными инструментами. Эта гибкая и удобная программа применяется не только для реставрационных вещей, но и в качестве стандартных мультитреков, многодорожечной записи, редакции звука для видео, потому что достаточно гибкая интеграция с видеопрограммами. Зачем тогда Reaper, друзья? Reaper позволяет, помимо работы с аудиоформатом, работать очень гибко, удобно. Что значит работать? И записывать, и редактировать MIDI. MIDI, как я уже сказал, это формат, который открывает бесконечное количество звуков для наших задач и идей. Помимо того, что в Audition мы можем редактировать, в нем очень удобно выполнять сведения, на мой взгляд. Его оптимизация, так скажем, под свои задачи позволяет... Ну, что значит оптимизация? Начиная от расположения элементов интерфейса, заканчивая какими-то определенными конкретными операциями, которые вы можете настроить так, как вам нравится. Об этом мы говорим и делаем на курсе Reaper. Кстати, разумеется, вы можете посмотреть, и я рекомендую это сделать, если вас заинтересовал какой-то из конкретных курсов, перейти на страницу курса и посмотреть бесплатное обзорное занятие, чтобы понять, почему я уже четвертый год работаю на Reaper. И вы скажете, ну, много других программ. На самом деле, на вкус и цвет, но именно Reaper мне позволяет сейчас работать быстрее, эффективнее, удобнее. Во-вторых, это кроссплатформенная, достаточно шустрая программка, которая не требует диких каких-то ресурсов для именно своей работы. Следующий курс — это обработка, сведение и мастеринг. Для человека начинающего все три эти слова подразумевают, ну, просто какая-то обработка звука. На самом деле, это три отдельных этапа в продакшн, которые от каждого из них зависит конечный результат. И если на каком-то этапе мы сплоховали, что называется, либо с халтурой, то результат будет соответствующий. Что такое сведение, в принципе? Сведение простым языком — это, ну, мы записали, обработали, я имею в виду, отредактировали, выполнили тюнинг. Да, тюнинг — это изменение высоты нот. Опять высота нот, да, мы опять теория музыки, опять музыкальный слух. Избавились от шума — это основы, это аудишн, либо какие-то другие инструменты для избавления от этого шума и других прочих там щелчков, каких-то ненужных звуков. И нам это помогает подготовить материал к сведению должным образом. Что, собственно, является сведением? Вот у меня музыкальный трек. Ну, давайте я сразу куда-нибудь подальше отмотаю. Так. Вот так он звучит до сведения. То есть это многодорожечное представление моей песни. Ну, это не моя песня. Песня автора в данном случае, на которой я выполнял сведение, собственно, которую я сводил в данном случае. Мы видим отдельно струнные, гитары, голосов очень много. Видите, это все отдельные треки, отдельные дорожки, с которыми звукорежиссер, миксинг-инженер, так скажем, звукорежиссер сведения, работает. И после всех этих манипуляций сведения и мастеринга мы получаем вот такой вариант звучания песни. То есть у нас есть некий сэндвич такой треков. Их может быть разное количество. И наша задача получить один готовый, хорошо звучащий в данном конкретном стиле музыкальный трек. Это не всегда песня, это может быть инструментальная композиция. На курсе сведения мы и аранжировки, сразу забегу немножко вперед, вы можете работать со своим материалом, выполнять сведение своего материала, то есть своего музыкального трека, либо выбрать, исходя из своего вкуса и предпочтения, из того трекинга, из тех материалов, которые предоставляются на курсе. Основы создания музыки и аранжировки на компьютере Это следующий, так скажем, творческий курс, где, ну, видите, я по два их разбил. Первые два – базис, основы продакшена и теория музыки. Вторые два – аудишн и рипер. Это инструменты, некие инструментарии, с помощью которого мы будем, собственно, работать. И третий – это уже творческий. Сведение – это творческий процесс. Мастеринг – это творческий процесс, друзья. Обработка – это тоже можно назвать творческим процессом, потому что если на этапе редакции я работаю над ритмикой партии голоса, например, и звуковысотной, корректной, так скажем, исполнительской составляющей, то это тоже творческая задача. На самом деле, если вы думаете, что есть какой-то универсальный прибор, который нажал кнопку, и он все сделал за вас, вы ошибаетесь. Я тоже так когда-то думал и искал этот прибор. На самом деле его нет. Поэтому все ручками, все своими ушками, все своей головой. И следующий, следующая двойка курсов – это творческий. Уже там, где мы можем раскрыться полностью, потому что мы знаем основы, мы знаем инструментарий. Более того, вы скажете, ну а если я не знаю Reaper, как же я пойду на курс сведения мастеринга или аранжировка? Я, например, работаю в Logic, или в Studio One, или в Cubase, или там в Pro Tools. Главное, чтобы вы знали тот инструмент, с которым вы работаете. И вы можете также прийти смело на курс сведения мастеринга или аранжировка, работая в своей программе. Нет жесткого требования, что вот только в Reaper и друзья, и все. Абсолютно нет. Здесь на данных курсах задача следующая. Вы учитесь, не только видите, как это я делаю, вы видите, как я мыслю, я рассказываю, почему я сделал так, а почему сделал так, а почему взял вот этот инструмент, а почему взял вот этот инструмент. Опять-таки, здесь дается на курсе сведения мастеринга и аранжировки определенные мои наработки и фишки, если хотите, которые я так же собирал, у кого-то учился, узнавал и продолжаю это делать до сих пор. Инструменты обработки, инструменты, какие инструменты я использую для создания музыки, они доступны всем сейчас на самом деле, то есть это не какие-то прям суперсекретные, которые есть только в определенных студиях и так далее. Они доступны каждому. Я сознательно стараюсь на курсах брать те инструменты, которым у вас есть доступ. На аранжировке мы занимаемся, собственно, аранжировкой. Что такое аранжировка вот прямо на пальцах? У меня есть какая-то мелодия или в голове она звучит, я ее записал. Мне нужно сделать из этой, так скажем, рыбы и наброска законченную композицию, законченную музыкальный трек или песню. И аранжировка это простым языком добавление в определенном стиле, определенными инструментами, определенных партий музыкальных. Это касается и ритмики, и музыкальных инструментов, я имею в виду гитары, струнные и так далее, барабаны. На курсе аранжировки вы также можете работать со своим материалом, то есть со своей песней, либо песней вашей группы, либо вы барты и пишете какой-то музыкальный материал, вам хочется его разнообразить и украсить. Если своего материала нет, идеи предоставляются, что называется. это могут быть акапеллы, так скажем, известных треков, мы их аранжируем, либо это может быть ваш материал. Здесь нет жестких ограничений. На последнем занятии каждого из этих курсов, обработка, сведение и мастеринг и основы создания музыки, аранжировки на компьютере, я разбираю онлайн, непосредственно, в реальном времени, выпускные работы учащихся, студентов. Зачем вот именно так? Почему просто не поставить оценку в личном кабинете и все классно? Анализ и сопоставление своих работ с работами студентов, ну, сокурсников, так скажем, и с топовыми работами, это очень классная практика, вы понимаете, над чем стоит дальше работать. Дальше. А что, если я, например, сразу пойду на сведение и там узнаю о компрессорах, о каких-то эффектах обработки, сразу, то есть в одном курсе я все это и рипером заодно научусь пользоваться. На самом деле я не скажу, что это невозможно, но курсы построены таким образом, чтобы на сведении мы занимались сведением, а не изучением рипера или там, что такое компрессор или как работает риператор или как мне убрать шум. Поэтому здесь вот так вот и я все изучил, на одном курсе, наверное, не получится. Это касается аранжировки, то есть специально подобранным таким образом сознательно, чтобы вы сфокусировались на конкретные задачи. То есть если это теория музыки, мы занимаемся теорией музыки и слухом. если это основы, мы занимаемся настройкой программ, критерии выбора программ, потому что почему вот я выбрал рипер, а не лоджик, например, да, или хотя я работал во всех программах, которые есть, я уже, не соврать, ну, скоро будет 20 лет, как я во всем в этом нахожусь, уже так, по-серьезному, что называется, не на любительском уровне. и я попробовал все. Сейчас я становился именно на данном workflow и почему, да, опять-таки посмотрите обзорки, я там про это рассказываю. А что, например, если я пройду только аудишн, и мне, может быть, этого достаточно будет? А основы мне не нужны, но на самом деле каждый из этих курсов открывает и прокачивает строго определенный скил, так скажем, да, который пригождается и в смежных сферах на самом деле. И я сужу не только по предположениям, что вот мне так кажется, я сужу по результатам студентов, которые выпустились, по их работам, как они шагнули или прыгнули многие из них, на несколько ступеней вперед, то есть начиная от основ и заканчивая аранжировкой. То есть они написали и аранжировали и выполнили сведение своего материала, хотя начинали с основ. Поэтому я рекомендую, исходя из вашей задачи, пройти основы это точно, друзья, если вы так или иначе работаете со звуком. Во-первых, если вы даже не работаете со звуком, вы сможете четко и грамотно поставить задачу тем людям, которые работают со звуком, чтобы не было недопониманий из серии «Ой, я вас не так понял». Дальше «Как проходит обучение?» Обучение проходит в личном кабинете онлайн. У каждого из студентов есть личный кабинет в онлайн-формате. У нас есть конспекты, которые у вас в личном кабинете остаются, и все занятия записываются. Например, популярный вопрос, «А что делать, если я не смог присутствовать на занятии?» Вы также пересматриваете запись, также выполняете домашнее задание и вперед, то есть нагоняете, двигаетесь дальше со всеми. Домашнее задание делится на теорию и практику. Теория – это 10, 8, 10, 12 иногда вопросов, тестов. И практика – это закрепление той информации, получение навыка практического, чтобы вы смогли реальной ситуации сделать конкретную работу. Для закрепления и практических занятий есть несколько вариантов материалов, либо конкретные материалы, либо есть курсы, где на выбор вы можете что-то выбрать. В любом случае практические задания проверяются конкретно лично мной, не какими-то специально нанятыми людьми, и дается индивидуальная оценка каждому, то есть вашей конкретно работе и комментарии конкретно к вашей работе. Есть опять-таки два последних курса «Аранжировка и сведение», где я в онлайн-формате выполняю анализ вашей работы, разбираем ошибки, плюсы, минусы и так далее. Практические материалы на курсе аудишн, например, подобраны таким образом, чтобы вы захватили несколько сфер. Например, на том же аудишн мы в качестве выпускной вы можете сделать сборку, так скажем, для видеоролика, рекламного аудиоролика, либо музыкального материала. То есть вы работаете с многодорожничным трекингом, так называемым, и вы даете какой-то фрагмент песни. Там, конечно, я не требую какого-то высокохудожественного сведения, потому что для этого есть курс сведения, но вы так или иначе понимаете уже, что от вас требуется и какие сложности встречаются на данном этапе работы. Это помогает, во-первых, определиться, что вам близко, что вам интересно, с чем бы вы хотели работать и какие у вас слабые или сильные стороны в конкретно каждом из направлений. О каждом из курсов подробнее вы можете узнать, например, хочу побольше узнать об аудишн. Почитать программку, записаться, рекомендую посмотреть обзорные занятия, потому что, чтобы вы понимали возможности, рекомендую послушать работу выпускников. На самом деле, мне за них точно не стыдно, потому что большинство из этих студентов, выпустившихся и получивших сертификаты с подписью, как положено, с печатями и так далее. Причем они не только в электронном виде, а в бумажном. За них стоит побороться на самом деле, потому что большинство из этих ребят делали это первый раз в жизни. И я вспоминал свои работы, которые я делал первый раз. Небо и земля, друзья, потому что все-таки метод работает, есть у кого спросить, то есть вы можете в онлайн формате, в оффлайн формате задавать вопросы, получать на них ответы, так скажем. И кто был, кто был даже не только на курсах, а на каких-то обзорах, на бесплатных занятиях, знает, что пока я на все вопросы не отвечу, я не заканчиваю встречу, не заканчиваю занятие. Друзья, купить записи занятий нельзя, они доступны конкретному студенту в личном кабинете, у него в кабинете, и смысла просмотра просто записи я не вижу никакого, потому что я не проверяю ваши работы, не проверяю ваши задания, и эффективности я не скажу, что нет совсем, но она достаточно существенно ниже, чем если бы вы реально проходили курс. По поводу ускоренного обучения, например, вы диктор начинающий либо продолжающий, вы хотите прокачаться в записи и обработке голоса в домашних условиях, либо часто очень спрашивают по поводу конкретного оборудования, какое выбрать для каких-то задач, какие-то конкретные модели, либо фирмы производителей. Для этого есть два мастер-класса на данный момент, запись и обработка голоса в домашних условиях, где мы сфокусируемся на и про микрофоны поговорим, и про программу поговорим, то есть такой некий курс для записи и обработки голоса дома, что для этого потребуется от начала до конца. Я не вдаюсь в теоретические какие-то звуковые параметры и так далее. Я даю конкретные пресеты, шаблоны, рекомендации для обработки голоса дикторского, подкаста, вокала и так далее. То есть все, что связано с голосом. На мастер-классе по оборудованию студии для работы со звуком, домашней студии я имею в виду, или project студии, мы подбираем собственно оборудование. Почему? Какие бренды сейчас актуальны? Я слежу за новинками, которые выходят. Почему я использую какое-то оборудование? Вы также там можете задать вопросы. Причем мастер-класс по обработке записи голоса в домашних условиях это двухдневный, это два дня. В первый день мы разбираем первую часть собственно, я разбираю программы, основы, чтобы человек пришел с нуля, он не хочет либо ему некогда очень часто бывает, либо ему пока неинтересно, это тоже нередко. Там кто-то приходил на мастер-класс, а потом заканчивал курс аранжировки и писал какие-то свои прикольные достаточно треки. И он хочет получить некий готовый вариант, с которого он может удачно стартануть и получить какой-то результат. Пусть он не понимает деталей, тонкостей там, потому что в рамках мастер-класса невозможно. Ну, в принципе, это понять, да, то есть информации достаточно там много. Опять-таки, для этого и запись, и для этого и курсы, чтобы более детально углубиться в обработку, в работу приборов, в параметры и настройки программ и эффектов. Но в любом случае, пройдя мастер-класс, вы точно, ну, даже с запасом получите информацию для решения задачи, заявленной в теме мастер-класса. Советую заглянуть непосредственно в информацию о мастер-классах, посмотреть фрагменты занятий и определиться, что вам больше подойдет. Мастер-класс либо полноценный курс с домашними заданиями, с их проверкой и с конкретным результатом в виде полученных знаний и навыков и сертификата. Спасибо за внимание, друзья. Знакомьтесь с курсами, с программами, с обзорными занятиями. До встречи на занятиях. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok